Пусто в школьных коридорах, но учителя без дела не сидят. Новый учебный год не за горами. А у преподавателя физики 7-й видновской школы Натальи Степочкиной недавно проявилась еще одна приятная забота. Она стала участницей губернаторской программы «Социальная ипотека». Для того, чтобы получить сертификат, нужно было пройти несколько этапов, в том числе портфолио свое предоставить. Сбор документов – это, знаете, всегда сложная процедура. И иногда опускались руки, но и директоры, и администрация поддержали, и все случилось. Суть «Социальной ипотеки» заключается в том, что ее участник платит только проценты по кредиту. Стоимость квартиры за него выплачивает государство. Как оказалось, получение сертификата – это не самый сложный этап был. Самый сложный этап начинается сейчас, когда нужно сделать еще один выбор. И понимаете, что выбор квартиры – это значимое событие, и здесь нужно тоже быть в себе уверенной. Наталья Васильевна работает в Видновской школе номер 7 с 2007 года. И за это время зарекомендовала себя как грамотный, ответственный специалист и всегда готовый прийти на помощь коллега. Она работала и заместителем директора одно время. Она сейчас курирует вопросы одаренных детей, курирует вопросы расписания, курирует вопросы, ну, различные вопросы учебно-воспитательного процесса. Поэтому я в ней очень уверена, она надежный товарищ, друг, коллега. Поэтому я очень рада, что вот такое событие в ее жизни произошло. Сама Наталья признается, что за время каникул уже соскучилась по своему классу. У меня много выпусков было, и с каждым разом дети разные, дети особенные, дети любимые. У нас было много с ними мероприятий, социальных проектов, поездок. Вот, поэтому с удовольствием и с нетерпением жду встречи с ними снова. Сейчас Наталья живет с родителями. Социальная ипотека позволит ей с дочерью переехать в собственное жилье и, как она сама говорит, начать новую жизнь. По программе этой могут участвовать учителя до 45 лет. Мне в этом году 45. И когда я на собеседовании об этом сказала, сидела представитель министерства, женщина уже в возрасте, и она сказала такую фразу, «Ой, девушка, у вас все только начинается». Всего в нынешнем году шесть работников образовательных учреждений Ленинского округа стали обладателями социальной ипотеки. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.